это тоже это тоже вам ну там просто эти сладости разные все все ну не сладости а как сказать видно фрукты и такие вещи то есть это вы мне можете сказать вы же не не причем вы же вы же вы же помните да как отец мой приезжал сюда можете об этом чуть-чуть рассказать если вам несложно это какой год вообще был 68 да или я уже сказала как было что его пришлось в палатке и в спальном мешке начать поскольку ну я вынуждена была взять его с собой там экспедиции то есть он приехал и в этот момент у вас экспедиция началась это была не нормальная экспедиция да да я еду на неделю но там одну ночь пришлось ночевать это сто километров от отриги там на берегу дал ну и ну так ну так там ходил с нами и сидел на берегу посмотрел на берегу и все но потом было еще поехала поехала но бы поехали к визме большевиц который еще его переводил она где на здесь же живет да вы жила в риге в риге или или вот и поехали она там приготовила там ужин ну мы там сидели там разговаривали и все и вот и и но она принесла ну на отдельных тарелках ну там ну там все там гарнир и и все ну мы с визма ем алли что-то там вилкой поковырял и не трогал почти может там он кусок помидора съел ну вот визма сразу почему не ешь он так гордо у нас принято если стол накрыт тогда когда все наелись так стол должен быть таким как как было сначала но визма была очень обижена ну здесь все таки ну он должен был как-то понять что он в европе но он в дне не у себя дома но там если там так и необычно ну разве вы в ресторане тоже там поковыряйте и чтобы стол был ну таким как как сначала ну вот и визма была очень обижена но мне тоже было него и ну неловко но дома там денег тоже у меня никаких там не было и какая еда была дома такая даже молочный суп ему пришлось есть хотя может быть не очень-то ему нравилось ну что я там какой-нибудь там стейк жарить естественно естественно я тоже я пришла с работы а у вас экспедиция что за экспедиция это было это вы что-то работала в ботаническом саду ага ботанический саду и мы по ну большим таким парком где коллекции разных там деревьев ну вот и как раз осенью там уже семена созрели семена надо собирать и там еще там мы делали такой учет ну по этим старым паркам ну там сосчитать даже сколько таких деревьев там мерить толщину длину и такие я ведь свое время объездил в союз по этой работе я был в средней азии посаживаться по горам Тельшан, Памир и вокруг Истекуле потом я была ну острова Сахаин и Курильские острова даже экспедицию ну по Кавказу само собой да ну передний Кавказ нет мы были ну там Сочи, Сухумы, Тбилиси проехали по Азербайджану и по Армении ну там большие расстояния почти в Азербайджане тогда в горе Талыша еще ну да уже на иранской границе там работали ну вот я была ну я была и в Туркмени в горах Копедаг так что экспедициях так ну это это Карпат там Молдавия это уже а тогда у вас получается когда отец приезжал была экспедиция здесь парке а долго пробыл он здесь долго был он здесь долго был вообще всего не помнить ну я думаю не больше пяти дней ну поскольку ну я тоже занята и ну что когда я на работе он сидел здесь ну ну мы поехали там в Новую Визу были и еще ну там по Риге по центру там немножко ходили ну тоже ну после моей работы ну вечером ну сколько там там часа в другое и все ну потому что ну ну тогда ведь никакой такой компании там приглашать и и так я старалась вообще ну поскольку ну так что этот первый приезд был не очень-то интересным ну и никогда не известно кто еще может подвязаться к этой компании и что и как естественно ну так что мне тоже надо было как-то соблюдать осторожно будете да осторожность конечно конечно так что это уже так так что его тогда этот первый приезд был не очень-то интересным а потом второй у него получается приезд был? ну да ну тогда уже когда Кнут был и ну тогда это было где-то 72-й кажется да 72-й, 3-й а Кнут в каком вышел 72-м? да 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 ну тогда это другое дело ну они вот с Кнутом тогда Кнутом так официально нигде не работал только переводом занимался и ну и тогда они там по Риге там ездили, гостили там да да кажется у Марис и Чаклайса они были и где-то там еще я уже не помню с кем ну тогда он был по-моему неделю и даже больше ну да тогда он больше это когда у него стихи опубликовали там еще да 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 ну тогда жил тогда он у нас это здесь да или где? ночевал здесь ну конечно этой территории еще не было ага это та часть то есть та часть ну там одна комната там немножко отдельная и там он ночевал так что и жил здесь ну когда был здесь ну они там ну по городу много там ходили там ну в редакциях там ну там познакомился с ним ну вот Кнут вот рассказывал да 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 что подослали к ним да 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 из-за чего ну было и такое да 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 ну тогда ну тогда в те времена конечно ну с одной стороны ну многих то уже мы знали но но в то же время ну вот сидеть и и вообще не разговаривать потому что те которые там ну вроде интересовались ну они могли и и без разговора что-нибудь там написать и послать то есть и так могли написать да что угодно ну конечно и много так и делало потом когда ну то там ну уже сейчас уже в 90-х там знакомили с ну некоторым этим донесением он просто смеялся потому что там были такие а насчет какой-то компании где Кнута вообще не было да он написал что вот там был Кнут и тот и тот и тот ну там и что говорили ага то есть получается уже тогда вы знали этих людей которые доносят не всех не всех но в частности не знали да ну иначе это потому что ну немножко времена-то были такие и и ясно было то что без очень уж особых погрешений да Кнута второй раз не возьмут во-первых а во-вторых ну и так его ведь мало печатали ну только на переводах жил ну и и как-то ну все равно он считался наказанным ну естественно да да так что это все так что это так долго интервью дает спасибо вам спасибо 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 и